17 сентября на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера южнокорейского сериала под названием «Игра в кальмара». Уже через 10 дней после выхода сериала произошло то, что не ожидал ни создатель проекта, ни стриминговый сервис. Впервые в истории список самых просматриваемых шоу занял южнокорейский сериал, сумев обойти недавно вышедшее продолжение «Люцифера» и «Бумажного дома». А это ничего себе заявочка. Но почему проект стал таким популярным и обсуждаемым? Давайте разбираться. В этом видео вашему вниманию предоставляется 5 причин посмотреть сериал «Игра в кальмара». Ролик не будет задержать спойлеров и нацелен на зрителей, которые по каким-то причинам все еще не ознакомились с данным творением. Лайки и подписка максимально помогут продвижению данного контента. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Первая причина – захватывающий сюжет. Итак, разумеется, стоит начать с сюжета, дабы вы понимали, о чем вообще идет речь. Сериал рассказывает о том, как 456 человек, по разным причинам оказавшись в сложных финансовых ситуациях, соглашаются принять участие в игре на отдаленном острове. Правила до безобразия простые. За 6 дней нужно пройти 6 детских игр. Победитель получит 40 миллионов долларов, а проигравшие, в свою очередь, незамедлительно погибнут. Сбежать из острова, разумеется, не получится, ведь за участниками круглосуточно следят камеры наблюдения, а также вооруженный персонал в стильных красных комбинезонах и масках. Привет, бумажный дом. На удивление, сюжет далеко не веха гениальности, ведь проектов на тему игр на выживание не одна сотня. Но корейский сериал умело вобрал в себя все самое лучшее из подобных проектов. Погрузил зрителя в увлекательный сеттинг, сделал из детских игр настоящую бойню и приправил все это национальным колоритом. Сюжет игры в кальмара попросту не имеет ничего лишнего и постоянно держит в напряжении зрителя. Каждый эпизод пролетает на одном дыхании. С замиранием сердца мы предвкушаем, что будет дальше, а внезапные сюжетные повороты идеально создают тот самый вау-эффект. Ко всему прочему, нам дозированно вбрасывают все больше вопросов, все больше грязных тайн и неоднозначности происходящего. При этом, назвать сюжет перегруженным или замудренным язык не повернется. Все развивается линейно, каждое висящее ружье впоследствии выстреливает и после просмотра последнего эпизода понимаешь, что хочется еще. Режиссером и сценаристом выступил Хван Дон Хёк. Этот талантливый дядька вынашивал идею игры в кальмара еще с 2008 года. А на написание сценария к первым двум эпизодам ушло больше полугода. Вся эта скрупулезность и продуманность ощущается во время просмотра. Многим киноделам действительно можно поучиться у Хвана. Как эксплуатировать заезженную тему, но при этом выдавать совершенно оригинальный проект с целым рядом особенностей. Вторая причина. Персонажи. Знаете, проекты на тему игр на выживание достаточно редко уделяют внимание персонажам, выводя на первый план экшен или кровище. Подобная тематика выставляет героев как пушечное мясо, поэтому игра в кальмара выгодно выделяется на общем фоне. Ведь персонажи этого сериала и их развитие по ходу сезона занимают чуть ли не центральное место. Из бесконечного обилия действующих лиц зрителю предоставляется целый набор самых разных персонажей. Все они максимально карикатурные, но эта карикатурность помогает запомнить каждого героя. Ведь они наделены характерными чертами. Безжалостный бандит, беженка из Северной Кореи, которая никому не доверяет. Мудрый старик, который в критические ситуации дает дельные советы. Добродушный мигрант из Пакистана, говорливая экспрессивная женщина для юмористической разрядки. Заботливый главный герой-гуманист и многие другие. Персонажи напоминают игровых аватаров с набором характерных отличий, поэтому они все и запоминаются. Ко всему прочему, с течением эпизодов нам умудряются раскрыть каждого героя. Зритель понимает их всех, понимает их мотивацию, понимает почему они вообще решились на такие испытания. Благодаря этому многих персонажей становится по-настоящему жалко, ведь это люди, которым просто не повезло по ряду причин. Ну и разумеется, актеры играют на высоком уровне. После просмотра сериала можно с уверенностью сказать, что они выжимают максимум из своих персонажей. И такая отдача сыграла важную роль. Третья причина. Поднимаемые темы. Все чаще становится заметно, что корейские киноделы умеют грамотно поднимать важные социальные проблемы современного общества. Фильм «Паразиты» 2019 года, яркий тому пример. Впрочем, как и игра в кальмара, которая приятно удивила поднимаемыми темами. Да, моральная составляющая и философский подтекст в сериале видны невооруженным взглядом. Они демонстрируются прямо в лоб, чтобы зрители всех наций и возрастов правильно понимали, что авторы хотели сказать этим сериалам. В проекте поднимаются такие темы, как расслоение общества. Наглядно демонстрация огромной пропасти между богатым и бедным населением. Игра в кальмара наглядно демонстрирует, на что отчаявшийся человек готов пойти ради денег. Готов ли человек идти на смерть или даже убивать ради бумажек. Ко всему прочему прослеживаются темы расизма, отношений с родителями, потребительского отношения к ближним, а также насколько взрослые люди никак не могут остановиться в соперничестве с друг с другом. И если в детстве это кажется веселым, то в сознательном возрасте это по-настоящему пугает и имеет серьезные последствия. На удивление, такие темы оказались близки людям из совершенно разных стран, что лишний раз показало, в каком все-таки безумном мире мы живем. Четвертая причина. Визуализация. Практически все проекты Нетфликса имеют невероятно качественную картинку. И визуализация игры в кальмара не стала исключением. Эстетика сериала стала его отличительной чертой, и спутать данное творение с чем-то другим будет очень сложно. Яркие цвета, механические куклы и аллюзии на счастливое детство придают проекту жуткую красоту. Коридоры лабиринты, выполненные в стилистике игрушечных домиков, персонал в пестрых костюмах и масках, анимированные вставки. Казалось бы, связать это с жестокостью и убийствами будет довольно сложно, но съемочной команде это более чем удалось. Игра на контрастах между беззаботным детством и нечеловеческой жестокостью сделала игру в кальмара максимально атмосферным и местами жутким произведением. Все походит на антиутопию, и сериал находится в шаге от того, чтобы стать полноценным фильмом ужасов. Прибавьте к этому шикарную режиссуру, доводящий до мурашек саундтрек, оригинальные операторские решения и, конечно же, неромантизированную демонстрацию жестокости. Сериал имеет рейтинг 18+, и он более чем оправдан. Оторванные конечности, удаленные органы, жестокие убийства, огромное количество крови и прочие жести. Слабонервным зрителям смотреть на такое будет неприятно, и это мягко сказано. Ииии, пятая причина. Динамика и интрига. Сериалу с такой тематикой жизненно необходимо не давать заскучать зрителю, сохранять бодрый темп повествования и, конечно же, интриговать. Именно это игра в кальмара успешно и делает. В произведении удалось втянуть зрителя в этот пугающий сеттинг и удерживать его внимание от начала и до конца. Шоураннеру удалось передать тот самый дух азарта, интриги и соперничества. У руля проекта участие в детских играх, и вся напряженность происходящего чувствуется даже через экран. Такой подход сделал сериал очень динамичным, а чтобы зрителю вообще не было скучно, игра показана не только глазами игроков, но и со стороны полицейского, который проник в персонал и ищет брата. Таким образом, картинка становится объемней. Мы видим, как игра идет сразу с двух сторон. Ну и, разумеется, интриговать сериал также более чем умеет. Какое испытание ждет героя в следующий раз? У кого есть шансы погибнуть? Как темные секреты героев выползут наружу и какие будут последствия? Сможет ли незамеченный никем полицейский сохранить свое проникновение в игру в тайне? И для чего вообще придумана эта игра? Такие вопросы сидят в голове во время просмотра, и мне давненько не было так увлекательно наблюдать за происходящим в сериалах. Фуф, а это были мои 5 причин посмотреть игру в кальмара. Да, сериал не лишен минусов, как и любой шедевр, но, как по мне, они несущественны и связаны в основном с периодической нелогичностью событий. Такие минусы не смогли испортить впечатление от просмотра, и всем, кто не смотрел данное творение, настоятельно рекомендую исправляться. Надеюсь, я заслужил ваш лайк, а также подписку на канал, если вы здесь впервые. Пишите в комментариях, как относитесь к сериалу, что понравилось, что не очень, и ждете ли вы продолжения. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Всем счастливо, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok